Нужно ли все время делать намерение перед тем, как паститься? И расскажите немного о том, когда именно следует делать намерение. Если мы говорим о намерении, то, как я уже говорил, намерение является обязательным, то есть фард. Наш любимый пророк, алейсаляту ассалям, сказал, как приводится в сборнике Суннан эннесаи в книге поста в хадисе под номером 2331, пост человека не принимается, если он не сделал намерение с вечера предыдущего дня. Соответственно, для всех обязательных видов поста необходимо совершить намерение с вечера предыдущего дня. В любое время, начиная с вечера, вплоть до наступления времени утренней молитвы, намерение можно совершить в любое время ночи. Перед наступлением месяца Рамадан можно сразу совершить намерение поститься весь месяц за исключением тех случаев, когда мы вынуждены прервать пост по причине болезни или будучи в дороге. В таком случае нам следует обновить наши намерения. Но достаточно сделать это всего лишь один раз. Многие ошибочно считают, что намерение необходимо произносить вслух, что совсем не обязательно. Мне совсем не требуется произносить вслух, что я собираюсь держать пост, потому что мое намерение в сердце. Скажем, я проснулся поздно ночью, задолго до утренней молитвы или до начала поста. Допустим, мы проснулись с сыном на утренний завтрак, Сухур, и мой сын спрашивает, почему мы встали так рано? И я отвечу ему, потому что мы собираемся поститься. То есть это уже и так понятно. Намерение уже есть, и поэтому мне не обязательно озвучивать, что я собираюсь поститься. Поэтому важно, чтобы намерение было в сердце, и не обязательно его произносить вслух, как многие думают. Я не встречал ни одного хадиса, в котором говорится, что пророк или его сподвижники вслух произносили свое намерение перед постом. Достаточно, чтобы оно было в сердце. И достаточно будет совершить его один раз на весь месяц Рамадан. За исключением случаев, когда пост прерывается, как я уже говорил. Но это только в отношении обязательных постов. Что касается постов по желанию, то намерение не обязательно. Как говорится в хадисе в сборнике Суннан-Ан-Несаи, в книге поста в хадисе под номером 2323, Однажды пророк обратился к своей жене с просьбой дать ему что-нибудь поесть. На что жена ответила, что в доме совсем нет еды. Услышав это, он сказал «Хорошо, тогда я буду держать пост». Это говорит о том, что за день до этого, с вечера, он не намеривался держать пост. Решение было принято спонтанно, он не кушал после рассвета. Но его намерение поститься последовало позже. Следовательно, для добровольных постов не обязательно совершать намерения с вечера предыдущего дня, за исключением таких значимых дней поста как Ашура, или Десять дней Мухаррама или же День Арафата, когда желательно сделать намерение заранее, поскольку это важный пост. Для всех остальных дней необязательного поста делать намерение с вечера предыдущего дня не обязательно. Если говорить о намерении, то следует отметить еще три важных момента. Если оно прерывается под принуждением, по забывчивости или по ошибке, то в таких случаях вам прощается. Аллах говорит нам в Коране в суре ан-Нахль под номером 16, в 106 аяте, что после того, как человек уверовал, но после был вынужден отречься от веры и совершил куфр по принуждению, то есть если он совершил куфр или ширк под принуждением, то Аллах его простит. Иначе говоря, если кто-то вынужден прервать свой пост под принуждением, несмотря на свое намерение, то он может быть прощен. Аллах также говорит в суре аль-Бакара под номером 2, в 286 аяте, «О Господи, не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись». Поэтому, если человек совершил ошибку по забывчивости, прервал пост, случайно попил воды или поел по ошибке, то Аллах простит его. Позже мы еще поговорим об этом подробнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова